Всем привет, добро пожаловать в школу эмоционального интеллекта, меня зовут Алексей Красиков. Сейчас вы посмотрите кейс, который должен стать для каждого практикующего консультанта, практикующего современного психолога, таким интересным разбором, где я представил очень мультимодальную систему, то, как можно работать в современном эмоциональном интеллекте. Посмотрите внимательно этот кейс специалисты, психологи, консультанты. Вы увидите примерно 10 школ, 10 методик, собранные в одну единую структуру. Пожалуйста, напишите в комментариях, какие методы и школы вы увидели, помимо тех, которые я перечислил в конце. Посмотрите внимательно этот кейс, покажите его своим коллегам, разберите его в институтах, посмотрите, препарируйте и пользуйтесь, применяйте на практике. Я отдельно благодарю участницу этого разбора и ее разрешение выложить этот кейс в свободном доступе, хотя он был достаточно откровен, вы его увидите. Наслаждайтесь с наступающим Новым Годом. Надеюсь, что 20-й год вы проведете в парадигме более современной, научно доказанной, физиологической, мультимодальной школы эмоционального интеллекта и когнитинно-поведенческой психотерапии. Всем успехов! Смотрите внимательно кейс, ставьте на паузу, выписывайте, продолжайте и пересматривайте. Это мой вам небольшой профессиональный подарок. Спасибо! Не получается перестать испытывать чувство вины за все, что бы ни происходило, даже не относящиеся ко мне. Я принимаю это на свой счет. Чувство вины. Диана, ну поскольку вы единственная, я так понимаю, ну давайте, звоните мне в скайпе. Welcome. Вообще, надо точку роста делать реже. Конечно же, да, потому что... Программа хорошая, сильная, глубокая, но ваша, как бы, как сказать, активность, она меня немного заботит, что ли. Алло. Алло. Здравствуйте. Да, привет. Так, ну что, у нас сегодня не такой большой выбор. Это мне на руку. Ну, безусловно. Так, Диана, сколько вам годочков? Двадцать шесть. Прекрасно. Ну, расскажите, что вы имеете в виду по поводу не получается, кстати, испытывать чувство вины за все. Это выглядит так, что, что бы ни происходило, будь то пробка, в которой я пассажир, а водитель злится, я чувствую, что это я виновата. Каким образом? Что мы туда едем. Я не знаю, как это объяснить, просто вот... Не объясните. Я виновата, что... Не, подождите, а как вы виноваты в том, что вы стоите в пробке, даже если вы едете куда-то? Ну, он с ливцем, например, а я же нахожусь рядом. Не, подождите, подождите, не в этом вопросе. Он может хоть мастурбировать в этот момент. Если вы едете из точки А в точку Б, и на пути из точки А в точку Б создалась пробка, каким образом вы виноваты в пробке? Может быть, просто потому, что я рядом. Как вы, как ваше нахождение рядом создаёт пробки на дороге? Я понимаю, что это не логично. Я это понимаю? Нет, давай без понимания. Как ваше нахождение рядом создаёт пробку? Пробку не создаёт. Но то, что человек испытывает в живой, я принимаю на свой счёт, как будто бы он злится на меня. Как будто бы я эту дорогу выбрала, скажем так. Это такой первый пример, который пришёл в голову. Но выглядит это, в принципе, описывает в целом. Ну, что ты сама думаешь? Ну, примерно уже понятно, о чём идёт речь. Ты сама понимаешь, о чём пойдёт речь, или не очень? Нет, честно говоря, ничего не совсем. Ну, хорошо, сейчас разберёмся. Ну, смотри. Ты же понимаешь, да, что ты не создала пробку, да? Понимаю, да, я это понимаю. Ну, а как ты думаешь, в чём проблема? В том, что я верю, да, что я себе, как вы говорите, меняю. Ну, или продаю, что это, что я в этом виновата. В чём в этом? В том, что он испытывает конкретную злость или что-то такое. О, уже теплее. Значит, вывод какой? Что я должна поменять свою установку. Нет, сейчас не об этом. А вывод какой? Что я виновата на самом деле. Нет, вывод к чему? Так ты испытываешь чувство вины на самом-то деле к чему? Не к пробке, не к событиям. Ты испытываешь чувство вины за то, что чувства какие-то испытывают другие люди. Да, да, это точно. Это важно понимать, чтобы начать вставать на правильный путь правильной терапии. Назовём это так, да? То есть, ты испытываешь ответственность за чувства других людей. А каким образом эти чувства возникли, у тебя не имеет никакого отношения. Вот здесь проблема. То есть, эту проблему можно разделить на две части. Записывай. Первая. Бери, давай. Одну секунду. Одну секунду. Одну секунду. Одну секунду. Одну секунду. Да. Вас Зольден Шахин. Что это значит? Вас Зольден? Ты где находишься? Я в Австрии. Прекрасно. Австрийский ристлинг. Вот, кстати. Австрийский ристлинг мой любимый. Да, а я люблю гельбе мускателло. Да. Записывай. Да. Смотри, значит, первое. Да. Я испытываю ответственность за чувства других людей. Да. Это первое. Записала? Да. Второе. Каким образом люди создают свои чувства? Создают свои чувства, да. Вот ответь мне, пожалуйста, на второй вопрос. Каким образом они создают свои чувства? Посредством образов. Так. Посредством образов и эмоций. Прекрасно. А ты здесь каким моком присоседилась-то? Я никаким. Но можно я вам кое-что скажу? Давай. Вот, вы знаете, у меня все началось ровно четыре года назад, когда я переехала именно в Австрию. И я просто понимаю, что это четко, жизненно до и после. И там все эти панические атаки, падения, вовыроки, вся эта ерунда, не будем выражать, связана с тем, что я оказалась, как я себе это понимаю, в другой сфере или что. В другой. И я туда не хотела, мне туда отправили. Бедно. Бедный, конечно. Бедный ребенок уехал жить. Это понятно, что это звучит научить странно. Но для меня это была совершенно не моя среда. Ты уехала по контракту работать? На университет. Меня взяли в университет учиться, да. Это было желание моих родителей. А как родителей? А ты что хотела? А я не хотела. Если бы я из Одессы, и я обожаю свой город, я там была просто, знаете, как это, звезда местного разлива. Причем явно не самого дешевого, я бы так сказал. Да, Ризлин, да. У меня было все там классно. Знаете, как это комфорт, любимая работа, образование. Высшее. Тут я попадаю в Австрию, в общежитие. Среди... Ну, все это, короче, было реально сложно. И в первые пару недель меня сразу так бомбануло с... Это вот, что я потом нашла ваш YouTube-канал. И тогда я уже поняла, что это такое. Я четыре дня из дома не могла выйти из комнаты, точнее. А что ты боялась, когда ты переехала? Да я не могу сказать, что у меня был какой-то явный страх. Все было нормально, я справлялась. Ну, сложно там язык и все остальное. Но у меня физически было именно... Я боялась потерять сознание на улице. Именно на улице. Поэтому я из дома не уходила, потому что в комнате я себя чувствовала без безопасности. А что было бы, если бы ты потеряла сознание? Ну, это бы выглядело... Ну, вот я хотела бы сказать слово некрасиво, но это же не то, что некрасиво. Это бы значило, что я какая-то больная. А если бы люди подумали о том, что ты какая-то больная, это что бы значило? Стыдно. Ну, стыдно как-то. Что это тебе говорит? Что я... Не тот разлив. Конкретнее. Что я как, знаете, как... Ну, испорчена, нельзя так сказать. Но со мной что-то не так. Я не так идеально, как я думаю, или как другие... Как я хочу, чтобы другие думали. Вот что я так... Все так прекрасно. Не так идеально, как хочу, чтобы думали. Думали другие, да. А фишка в том, что в Одессе о тебе думали хорошо. Да, да, я... Потому что в Одессе ты... Стоп, 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 стоп. Это я себе говорю. Сейчас очень внимательный будь. Да. В Одессе у тебя были отработанные поведенческие механизмы, с помощью которых ты влияла на мнение о тебе. Да. А когда ты попала в Австрию, как с этими механизмами дела обстояли? Все было ужасно. Я не понимала половины, что нужно было. Что нужно делать, чтобы о тебе думали хорошо. Да, но я просто... Для меня все было по-другому. Я не понимала язык даже. Тормози. Ты понимаешь, что ты сейчас сказала? Ты была на сезоне? Да, да, конечно. На каком? И сейчас, на последнем. Зайка, вспомни вторую формулу. Про правду или нет? Это первое. Про... Так, что там? А ты меня видишь? Нет, я не вижу. К сожалению, я боюсь. Я по телефону тут боюсь что-то сейчас нарушить. Ну, давай я покажу зрителям, а ты вспоминай. Вспоминай вторую формулу. Первая – это правда и цензура, да? Да. Правда и цензура. Это неважно сейчас. А у тебя вторая история. Как вторая формула выглядит? Ожидание. Нет. Hard, medium – это тоже трюковь. Нет, это стратегия. А вот ты, понимаешь, как это интересно, ты не обратила внимания на то, что с тобой произошло. Я же тебе рассказал на сезоне про это. У тебя есть определенные потребности, с одной стороны. Да, любовь. Я знаю. Стой, тихо, подожди, умничка. У тебя есть определенные потребности. Эта потребность связана с тем, чтобы о тебе хорошо думали. Да. Ты говоришь, я хочу, чтобы меня любили, принимали, ценили, уважали. Да. Затем у тебя есть определенные тактики. Каким образом тебя… Для достижения, да. Умничка. Каким образом я буду делать в Одессе, чтобы меня любили, уважали. И у тебя эти тактики прекрасно работали. Да. Но когда ты не по своей воле, что утихчает ситуацию, попала в другую среду, эти тактики что перестали? Работать. Работать. И как только твои тактики перестали работать, перестала реализовываться твоя сверхценная потребность. И ты охренела от того напряжения? Да. Потому что твои невротические защитные механизмы оказались неэффективными. И твоя сверхценная потребность в любви, в заботе, в хорошем разливе, во внимании перестала закрываться. И вот так ты почувствовал напряжение. Фобия, стой. Фобия, которая у тебя сформировалась, страх потерять сознание, связана с метафорой, о которой я тебе говорил на занятиях. Страх потерять сознание – это метафора показаться некомпетентной, больной. Сейчас я запишу. Вот почему у тебя эта фобия и стала доминирующей. Потому что ты говоришь, если я потеряю сознание, это означает, что я какая-то не такая. И все точно подумают, что я какая-то не того разлива. То есть это был страх проявить как раз тот самый базовый момент, который ты так сильно боишься, что о тебе подумают так сильно плохо. Это уловило? Да, да. У меня вопрос в том, что я наживу уже пять лет для границы, и за эти пять лет я построила заново. То есть я снимаюсь в модельном агентстве, на обложках журналов. И мы там просто есть чем, грубо говоря, себе возобновить вот эти, как мы сказали, потребности. То есть ты говоришь, я сделала то, те действия, которые должны приносить мне закрытие базовой потребности. Да. Вот как мне кажется, я построила снова шаг за шагом. Так. Но все равно периодически у меня уже не ПА, но вот это состояние слабости, как будто вот то ли давление, то ли какая-то хрень, оно есть. Я не избегаю ничего, я не подкрепляю, как-то, да, стимул не подкрепляю реакцией. Но тем не менее это все равно происходит, это просто реально отравляет жизнь. А я думаю, что здесь есть сочетанная штучка. И для этого требуется как раз-таки именно глубокий подход к твоему случаю. Смотри. То, что у тебя есть базовая потребность любви и в заботе. Ты можешь сейчас сказать, что ты ее получаешь, ту самую закрытую потребность, которую ты получала в Одессе? Я бы сказала да. Я бы сказала да. Вот это, я люблю немножко пожить в прошлом. Я так люблю посмаковать, как я там жила. Вот тут будет сейчас очень много интересного. Ты сформировала новые поведенческие паттерны, которые проросли для того, чтобы закрывать твою потребность. Если бы на этом все бы закончилось, вся невротическая конструкция, то ты бы не испытывала бы никакой проблемы. Но ты начала с чувства вины. Да. Которое у тебя началось когда? Чувство вины у меня всегда. А я скажу когда. Когда я университет бросила. Я переехала сюда учиться. Я бросила, потому что я поняла, что я больше не могу делать то, что не приносит мне удовольствие совершенно. Университет какой ты бросила? Венский, второе образование, социология. Вот теперь смотри. Парам-пам-пам. Первое. Да. Начало твоего невротического расстройства связано с тем, что ты сломала те тактики, которые ты получала в Одессе. Да. Это ты уловила? Да. Это отдельная история. Но помимо этих сломанных тактик, которыми ты закрывала свои главные потребности в любви, во внимании, в признании и так далее, ты еще сделала историю под названием «Я бросила универ» и умудрилась себя обвинить и вменить в себе чувство вины и поверить, что ты какая-то... Какая? Нет, ну, не такая. Перед кем? В данном случае перед родителями. Вот. И вот теперь смотри, что интересно. Ты умничка, и ты смогла наладить те новые поведенческие паттерны, которые закрывают твою потребность. Но ты ничего не сделала с чувством вины. Да. Правильно. Ну, так расскажи мне про это чувство вины и заброшенного университета к родителям. Ну, они же возлагали надежду, что я закончу, поеду в Вену, закончу венский университет. И как ты вменила себе ответственность за их чувства? Ну, они мне в этом помогли. Каким образом? Потому что они все время там, вот, мы же там, грубо говоря, изначально оплачивали, например, мою учебу, или там оплачивали проживание в первое время. И что, они тебя обвинили в том, что им плохо, и в этом ты виновата? Ну, они это сделали субтитно. чтобы прямо не скажут, что я жена, но, мол, ну, что там твоя учеба, ну, как же так, как экзамены, да что ты там? И кажется, ты с собой с этим не договорилась. Не договорилась? А. Да. Что, как ты мешаешь себе договориться? Как ты мешаешь с собой договориться с этим? Вот у тебя смотри, а теперь ты вспоминаешь, зайка, первую формулу. С одной стороны, правда, с другой, мораль и цензура. Да. По этой формуле расскажи. Сейчас. Ну, по этой формуле... С одной стороны, правда, что? Что я не хочу учиться на социологии, это трата времени, и это не ресурсно для меня совершенно. Несмотря на то, каким образом ты попала в этот универ. Да. А цензура, мораль? Вот. Это же родители, они так же не надо, ты ж начала, уже закончи до конца, до везде дела, и... В общем, мы и для тебя. Умничка. Как ты себе мешаешь? То есть, по второй формуле, ты все сделала круто, круто и умничка. А вот по первой, ты не дожала. Что мешает? Как ты себе мешаешь помирить? Правду и цензуру, собственную. Вы знаете, у меня будет не душа все равно, есть еще такой страх, что, может быть, они были правы, я без образования теперь сижу, я зря это все значит бросил. То есть, что ты мне сейчас говоришь? Ну, сейчас я говорю... Ты мне говоришь, что я сомневаюсь. Сомневаюсь, да. Я сомневаюсь. В выборе. То есть, что помирить вот это противоречие мешаешь ты себе тем, а правильно ли я сделала? Да, 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 И что ты на это ответишь? Я, наверное, бы ответила, поживем увидим, а я что, откуда мне знать? Правильно? Я же не знаю, как было бы правильно. Да. Но сейчас уже есть этот момент. А зачем ты постоянно себя профанируешь этим сомнением? Потому что я ищу себя. А вдруг я стала великим социологом. Представляете, встретилась бы с вами на каком-нибудь форуме международном. Ну, я сомневаюсь, что меня занесет на форум по социологии, но тем не менее. Мы скорее с тобой увидимся на каком-нибудь семинаре по эмоциональному интеллекту в Москве. Боже, я завидую всем, кто живет в Москве. Это нужно действительно, я обязательно, вот честно, я просто... Да, я с вами согласна, на 100% то, что я сама себе мешаю. Стой, как ты себе мешаешь? Еще раз. Озвучь мне эти мысли. Я мешаю себе сомнению. Правильно ли я сделала? Значит, как ты сама с собой будешь размышлять? Представь себе, что меня нет. Вот ты говоришь, Диан, проблема чувства вины, которую ты постоянно в себе таскаешь, связана с тем, что ты, во-первых, обвинила себя в том, что ты плохая за то, что ты бросила универ и причинила родителям определенные чувства и ты от этого ай-яй-яй. Плюс еще в том, что я сомневаюсь, а действительно ли я неплохая. И я сомневаюсь в том, как я поступила, а может быть. Как бы ты здесь поразмышляла, если бы ты сидела просто на берегу озера? Я бы сказала, я не знаю, что было бы, если бы я закончила университет. Я не знаю, что будет сейчас. Правильно? Поэтому я буду продолжать делать то, что мне относится к удовольствия и не буду сомневаться в выборе. Есть как, я зря покажу. А даже если бы теоретически? А да, а даже если бы я не закончу и вообще не получу лень образования, ну и что из-за этого? Можно вообще и без образования люди больше зарабатывают здесь. Следующая линия. А даже если бы я закончила? А даже если бы я закончила, еще не факт, что я бы, что мне нашлось бы для меня рабочее место и не факт, что я стала бы там, работала бы вообще по этой специальности. Отлично. Теперь возвращаешься к тому, как создают люди чувства. Как люди создают чувства? Да. Таксисты или родители? А, но у них они сами создают чувства? Ну, расскажи сама себе это. Например, про родителей. Да, родители имеют собственные... Да, действительно, родители имеют собственный взгляд на эту ситуацию. Так. да, действительно, они очень мне помогли. Благодаря их помощи я оказалась в Вене. Да, но это не означает, что я должна делать то, что мне не приносит удовольствие на данном этапе. и даже если они... Даже если они обижены или... Или не поддерживают. Не поддерживают. Мой выбор. Это не означает, что я должна делать так, как они хотят. Да? верно. А теперь представь себе, что они перед тобой. У тебя есть возможность им это сказать? Со слов ты знаешь, если... Вы знаете, если честно, я очень вам... Вы знаете, если честно, я очень вам благодарна за вашу поддержку, за вашу помощь. Но... И несмотря на то, что вы не поддерживаете мой выбор, я не могу продолжать делать то, что они приносят мне удовольствие. Благодарю. Принимаю, разрешаю. Какие сейчас чувства ты испытываешь? Облегчение я испытываю. Я испытываю облегчение. Представь себе, что перед тобой таксист, который напрягается по поводу пробки. Что ты скажешь? Я не могу... Кстати, мужа, а не таксист. Он напрягается в пробке. Я сижу и думаю... Стоп. Если сейчас мы переносим туда тебя, что ты думаешь в этот момент, когда он напрягается? Вот мы попали в пробку. Твои мысли? И все равно. Даже если... Да, давай так. Да, действительно. Да, действительно. Мы попали в пробку. Даже если это я сказала ехать этой дорогой, и даже если ты мой дорогой злишься, все равно... Злость кто создает? Он создает. Это ты принимаешь... Это я... Это он принимает. Давай так. Ты ему говоришь. Это ты принимаешь решение так... Реагировать. Это ты принимаешь, да. Ты принимаешь так реагировать на создавшуюся ситуацию. Да, действительно, мы попали в пробку по тому пути, по которому я сказала. Это печально. Да. Но уровень твоих эмоций создаешь... Создаешь ты сам. И я... Я ответственность не хочу брать все твои эмоции. Мне жаль. Мне жаль. Теперь давай еще раз перед родителями и перед мужем. И твоя задача предложить некую среднюю в конце. Среднюю в смысле компромисс и медиум вариант. Да, давай еще раз перед родителями. Вы знаете, если честно... Вы знаете, если честно... Я очень благодарна вам за то, что вы делаете для меня. Но я, к сожалению, не могу больше делать то, что вы от меня ожидаете или то, что вы хотите. Потому что мне это удовольствие больше не приносит. Я вижу, как вы хотите, чтобы я... Я вижу, что вы очень хотите, чтобы я закончила университет, получила диплом. Но... Я хочу найти себя в другом направлении. Мне жаль, что вы не поддерживаете мой выбор. Мне очень жаль, что вы не поддерживаете мой выбор. Но, тем не менее, я... Это мой выбор. Я бы хотела, чтобы это никак... Чтобы это никак... На нас... А, никак на нас не повлияло, не отразилось. Так. Нет ли у тебя тут сомнения, что это не повлияет? Нет, у меня нет сомнения, что это не... Нет, мне кажется, что... Значит, стоп, тормози, значит, тебе сейчас возвращаешься в себя и говоришь сама с собой. Да, действительно, родители могут испытывать какие-то чувства. Давай. Да, действительно, родители могут испытывать какие-то чувства. Не какие-то, назови их. Чувства, обиды, например, разочарования. И это их... Это их выбор. Да, их выбор испытывать. И я могу по этому поводу лишь... По этому поводу я могу лишь... Сожалеть. А, сожалеть. Да, я могу лишь сожалеть. Но при этом для меня важно... Но при этом для меня важно мое решение. Да, или мой выбор. Умничка. Теперь то же самое к мужу. Да, действительно, мы поехали. и он создаёт. Сама разговариваешь с собой. Да, действительно, мы поехали и он создаёт, но это он и так далее. Да, мы действительно поехали по этой дороге, которую указала я, и попали в пробку. Но это он создаёт свои чувства, свои эмоции. Путём. Путём того, что он делится. Выбора относиться. А, путём выбора относиться к этой ситуации. Таким-то драматичным образом. Да. И я к этому не имею никакого отношения. Я предложу ему не так... Я предложу ему, может быть, не так остро реагировать на это, или расслабиться, или посчитать. Нет, я предложу ему, например, не так остро реагировать. Ну, например. Слушай, да, действительно, я понимаю, что мы попали в пробку, и ты недоволен этим, я это прекрасно вижу. Но зачем так остро реагировать на эту пробку? Да, это некомфортно, да, это неприятно, но это не повод для того, чтобы так остро реагировать. А потом, внутри себя говоришь, если он принимает решение отнестись к этому так драматично и так остро, я к этому решению отношения не имею. Не имею. Если человек принимает решение остро отнестись к тем или иным событиям в жизни, это вопрос к его убеждениям и к его эмоциональному интеллекту. Да, я к этому отношению не имею. Это я прямо записала. А теперь следующее. Давай предположим, теоретически, что ты беременна. Вот это прямо, скажем, страшно мне подумать. Я понял. Давай предположим, что ты беременна, и предположим, ты упала в обморок. О, вы что? Вы что шутите? Вы знаете, я боюсь всего. У меня реакция на всё идёт. Подожди. Давай предположим, что ты беременна, и ты предположим, и полугодна. Как ты к этому рационально отнесёшься? Рационально? Я скажу себе, что это нормально. Это ничего не означает. И даже если... Я привлекла внимание. Да, людей это даже хорошо, мне кто-то поможет. Смотри, Диана, подсказываю, здесь диалог твой с собой должен быть разделён на две части. На первое, я имею на это право, а второе, если я показалась кому-то не идеальной, это... Давай. Их проблемы. Это их выбор. Давай сама. Я хочу, чтобы ты научилась блевать, ссать, и падать в обморок на улицу. Блядь, да куда? Куда хочешь. Так вы думаете, мне один раз в жизни я действительно упала, но ещё задолго до панических атак сто лет назад в Одессе упала. ты не идеальная. Я понимаю, что ты снимаешься на лучших журналах, но я хочу, чтобы ты вспомнила, что ты какаешь не мармеладу. Возможно, для тебя это будет нонсенс, но я хочу, чтобы ты разрешила себе быть человеком. Да. Давай. Ты человек. Поехали. Да. Я, если я упала в обморок, то я имею на это право. И это не означает, что я какая-то больная или что со мной что-то не так. Почему ты имеешь на это право? Потому что... Почему? Потому что это нормально. Это нормально человеческое состояние. Предположим, ты что-то съела не так и тебя стошнило. Да. Что да? Прекрасно. Прекрасно. Это хорошо. Почему это хорошо? Потому что это нормально, можно похудеть ещё. Это хорошо, потому что это естественное физиологическое очищение организма от токсинов. Да. Теперь смотри, ты говоришь, да, это, возможно, вызвало некий дискомфорт у людей. Да. Но? Но. Но. Это нормально, и даже если кто-то на меня косо из-за этого посмотрит, если я посреди Штефанс плац облююсь, ну и что? И даже, и даже если это случится, ничего страшного, я от этого не пострадаю. Кто что подумает, это выбор. Теперь следующее убеждение. Откуда у тебя есть задача понравиться всем? И насколько она выполнима вообще? Да она ужасна на самом деле. Она не очень. Я не знаю, откуда конкретно она есть, но это ужасно. Да, это физически даже проявляется. У тебя задача понравиться всем? Вспоминай. Твой родной город. Да. Ну, да. это одна из тактик. Одна из тактик получить, конечно, получить свои потребности. Значит, ты, получается, боишься нарушить сейчас опять же свои тактики. Да. То есть, ты взяла старую тактику, которая у тебя неплохо получалась в Одессе. Да. И она по-прежнему у тебя работает. Угу. Ну, объясни себе, насколько эта тактика прагматична. она вообще бессмысленна. Что она тебе дает? Как я думаю или как на самом деле? По факту, что она тебе дает? Ну, ничего. Кроме напряжения. Только невроз, да, и тревожное состояние. А что бы ты чувствовала и как бы ты себя чувствовала, если бы эта тактика понравится всем, была бы более прагматичной с точки зрения «Я не могу всем понравиться, даже если я буду…» Да, с дуаровой культурой, конечно. Да, если бы я в это сама поверила, что это невозможно, это мне не нужно, то я бы почувствовала облегчение. Стоп. Потому что мне это просто ни к чему. Стоп. А что нужно, чтобы ты поверила? Двоечница. Что ты делаешь на 17 сезоне? Что нужно, чтобы ты поверила в абсурдность поведения? Нужно это его делать или как это повторять? Пойти страшно на улицу? Понять, что меня любят не из-за этого? Нет. Ну, смотри, давай, думай. Если у тебя есть паттерн поведения пытаться всем понравиться, и у тебя есть страх, что у тебя этот паттерн поведения не реализуется, и ты провалишься. Да. Ты боишься чего? Ты боишься последствий. Да. И именно эти последствия катастрофизированы со словами «я буду не идеальный, тогда меня не будут любить, и всё будет ужасно». Да. Что надо сделать, чтобы понять, что этот паттерн поведения абсолютно абсурден? Поменять. Как? Построить новую цепь. Нет. Ну, давай. Вести себя по-новому. Как? По-новому. Как? Ну, перестать специально это делать. Перестать просто там... Как надо себя вести, начать? Естественно. Конкретно. Не думаю. Ну, я не знаю, что краситься перестать. Что вы считаете? Раз. Краситься перестать. Прекрасно. Ещё. Вот тебе задача. Выйти 7 раз без макияжа в супермаркет. Ещё. Хорошо. Одеть самые бомжатские одежды, если у тебя есть. Да. Домашнее что-то. Ты из тех девушек, которые... Выложить в Инстаграм без фильтра. Принимается. Ещё. Ты что, ходишь мусор выносить на шпильках? Ну, нет, конечно. Давай. Первое. Принято. 7 раз выйти в супермаркет без мейкапа. Хотя я думаю, что ты и без мейкапа. Not bad. Выложить в Инстаграм фото без фильтров. Ещё. Не спор, но я и так занимаюсь. Я же не могу перестать обожраться. Ну, можно пиццу заказать с пивом на ночь? Это не... Я хочу про социум слышать. А, про социум. Лечь 8-7 раз на полу. Да, посреди торгов... Да, посреди... Зар. Посреди торгового центра сделать селфи. О, Боже. Ещё. Я это никогда в жизни вынесла. Так вот тут-то, милая, у тебя и загвоздка. У тебя всё круто в голове, кроме одного. Слушай меня внимательно. Да. Ты в Одессе использовала определённую невротическую тактику. Всем нравится, красится, всем, значит, делать всё хорошо и так далее. Все говорили, Диана, Диана, ты переезжаешь в Австрию не по своей воле, понимаешь, что тебе не нравится, во-первых, тебе не нравится учиться там, во-вторых, у тебя стресс сам по себе от перемены, язык и так далее. Даже если бы не было всего остального, то всё бы был бы стресс. То есть тут накапливается в одну точку. Смотри. Можно одно слово? Просто я обязательно должна вам сказать, это очень важно. Можно я скажу? Давай. Во время переезда, вот именно пять лет назад, как я переехала, у меня были два с половиной года отношения онлайн с человеком, которого я в своей жизни никогда не видела. Просто представьте себе уровень моего, долго нельзя говорить, да, наверное, слово, моего дебилизма. То есть я два с половиной года не имела ни полового жизни, ни каких-то реальных пациентов, ну вообще ничего. Я просто тяжело. У тебя была половая жизнь просто с искусственными предметами. Ну да, да, скажем так, мост, да. Ну да, ладно. Это да, ну хорошо. Но это был человек, которого я никогда не видела. И в итоге развязались так события, чтобы человек не существовало вообще. Использовали левые фотографии. И я в этом висела два с половиной почти года. Я надеюсь, не мои. Это иллюзия. Не ваши, но я такой парень, да, но лучше были бы ваши. Было бы не так обидно. Ну это просто жесть. Я просто думала, что, наверное, это тоже послужило, то, что у меня, ну, наверное, тоже как бы триггером послужило. Ну смотри, подытожим. Слушай внимательно меня. Первое. Первое. Есть сверхценная потребность в любви, во внимании. Это вообще отдельная глубокая тема. Затем девочка Диана выстраивает определенную тактику поведения, как она это будет получать. И у нее получается. Поэтому у нее невротического расстройства в Одессе нет. Затем она переезжает в Австрию. Во-первых, сам по себе переезд в новую локацию с новым языком сам по себе стресс. Плюс к этому она узнает, что ее вертели на одном месте два с половиной года и как бы все... И неизвестно, куда еще видео и фотки попадут. Вы понимаете, да? Сколько там было отправлено всего? Ну, Пэрис Хилтон пососал на весь мир. Ничего с ним не случилось? Я это еще. Вот, да? Из этого можно сделать урок, да, неплохой? Угу. Вот, значит, это первое. Ты испытываешь стресс по поводу этого, страх за фото, за видео. Да. Раз, стресс, переезд. Слушай внимательно. Раз, стресс, переезд сам по себе. Два, стресс, страх об репутации родителей увидят твою вагину там с дилдонами и так далее. Третье, страх шантажа. Да, очень. Четвертое, у тебя перестает работать стандартные паттерны поведения, с помощью которых ты получаешь любовь и внимание, потому что там это не работает. Пятое, ты не хочешь учиться в универе, но у тебя стыд и вина перед родителями. И шестое, ты продолжаешь пытаться всем понравиться. Да. Как в этих шести факторах можно не получить невроз? Мне бы просто нет. Вот тебе их надо все было выписать по шесть пунктов, потом будешь смотреть копии, выпишешь. И теперь мы с тобой договорились до последнего. Да. Что надо делать, чтобы перестать пытаться всем понравиться? Тебе нужно вести себя по-новому для того, чтобы показать самой себе и своим привычкам что от того, как ты ведешь себя по-старому ничего не меняется. То есть, если ты ляжешь семь раз в торговом центре, сделаешь селфи, кто-то посмотрит на тебя со словами, которые я произнес на немецком недавно, ничего не изменится в твоей жизни. От того, что ты выйдешь без мейкапа в супермаркет, в торговый центр, пойдешь в ресторан, ничего не изменится в твоей жизни. Запиши еще. От того, что ты семь раз не дашь на чай, ничего не изменится в твоей жизни. От того, что ты семь раз пойдешь в магазин, попросишь принести себе разную одежду и не купишь ничего. О боже, это так променяют. Я знаю, записывай все это, ничего не изменится в твоей жизни. И вся твоя терапия исключительно здесь поведенческая. Да здравствует Павлов и Сечин. Потому что пока ты не сделаешь это на поведенческом уровне, вся твоя любимая мастурбация, сидя на твоей попе, не даст результатов. Потому что как только ты начнешь это сама делать, и это станет твоим образом жизни, со словами селфи, примерить, не купить, не дать чаевые. И ты сделаешь это на протяжении двух-трех недель, ты удивишься, какой мешок картошки у тебя спадет. Примерно тот же, который спал, когда ты разговаривала с родителями. Значит, пишешь себе, первое, это новое поведение, которое я тебе перечислил, плюс еще по пять, по семь пунктов, каждый сама там придумываешь. Второе, садишься на берегу озера и начинаешь разговаривать с родителями или объяснять себе то, что ты им благодарна и понимаешь реакцию мужа на те или иные события, но вот, в принципе, вот эти два момента фундаментально важны. Когда ты это проработаешь, у тебя не будет вот этих вот социальных паттернов, всем нравится, и у тебя уже многое будет меняться. Дальше ты постоянно вменяешь себе отсутствие чувства ответственности за чужие чувства, потому что это их, ты их разделяешь, понимаешь, но и так далее. А потом уже третье, ты берешь и задаешь себе вопрос, а зачем мне вот эти базовые потребности в любви, внимании, заботе. Когда ты задаешь себе этот вопрос, затем ты задаешь себе следующий вопрос. А как можно с этим договориться, если этого не будет? Ну, например, не будет у меня любви, внимания, популярности и так далее. Так ли это ужасно? Так ли это невыносимо? Нет. А ты не можешь это проверить, пока ты не начнешь это практиковать. Потому что если ты еще тебе 7 пунктов в 7 раз это сказать нет. Потому что сказать нет это про тебя, не дать официантам чего это не про тебя, примерить и купить это не про тебя. И пока ты ходишь по одному и тому же паттерну поведенческому, у тебя не меняется глубинно ничего в коре. Потому что у тебя нету понимания того, что можно вести себя по-другому и ничего не будет. Никуда твои базовые эти штуки не деваются. А потом ты берешь и делаешь медиум. Ну-ка дай-ка зайка давай-ка тут про медиум. Волки овцы. Волки это ты. Это я. Овцы это окружающие люди. Волк это твоя потребность в любви и внимании. овцы это чужие эмоции и чужие чувства и желания. Тебе надо сказать, что ты имеешь право на свои потребности, но в то же время так, чтобы это не было слишком социально революционно. Чтобы я уважала при этом чужие чувства. Где-то тебе придется говорить, что да, я имею на это право и где-то об этом сказать и выразить и попросить к этому определенное уважение где-то сказать и сделать так, как хочет другой человек, потому что тебе выгодно сейчас по-другому себя повести. То есть медиум это баланс потом уже между твоими потребностями и социальными взаимодействиями. А теперь возвращаемся к твоему вопросу. Чувство вины, что бы ни происходило. Что ты об этом думаешь? Сейчас. Это классно сейчас. Я просто могу это сравнить с очень приятным ощущением. Ты имел до оргазма. Да. Слушай, мне кажется, родина профессора Фройда она на тебя как-то влияет. Там музей шикарный. Я просто обожаю. Роскошный музей. Так что будете в Вене? Пожалуйста. Welcome. Ну я честно очень приятно. Мне к этому моему вопросу мне сейчас смешно даже думать о том, что я этот вопрос вообще задала по поводу вины. И тем более я знаю, как влияет поведенческое, потому что когда у меня начались ПА-5 лет назад, я посмотрела ваше видео, я пошла в метро через Сиеву, умирала там 30 раз, все и ПА прошли полностью. Вот точно так же ты справишься со своей привычкой всем лизать и облизывать. Да, видите, а я бы не дошла хотя бы занималась двумя психологами. Это не то, что я там, знаете, пришла, я уже много чего и дневники писала, и эмоциональные там какие-то хрени, и дома должна была падать в оморок. В общем. Вывод. Ты можешь сама сейчас рассказать свою историю, начиная с Одессы, переезда, сочетание факторов, все до последнего. Своими словами. Давай. Прям историю свою. Прям давай историю. Я в Одессе очень себя прекрасно чувствую, потому что мои потребности полностью были как это слово называется, оправданы. Удовлетворены. Да, удовлетворены, совершенно верно. Я себя чувствовала комфортно, я закончила там университет, работала, все было классно. И тут я попадаю в другую среду, в которую я не хотела уезжать, потому что у меня в Одессе друзья, очень удобные условия для жизни, машина, квартира, дом, все остальное. Тут я попадаю в Вену, где я студент, живу в комнате 12 метров в общежитии, не могу говорить на языке так, как положено, вот элементарно. И мне становится, и чувствует это огромное напряжение. При этом параллельно у меня онлайн отношения с каким-то дебилом, который непонятно, кто это был этим человеком. Я два года в этом ворюсь ко всему. При этом я учусь там, где мне не нравится. Это дается мне очень тяжело, каждый экзамен на немецком языке. И при этом я чувствую вену, что мои родители на меня возложили надежду, что я вот сейчас получу образование, уеду жить за границу. Вы слышите меня? Да-да-да-да-да, я... А, да. Да, это чувство вене меня привело сейчас к вам. Что надо делать? Что надо делать? Во-первых, нужно поменять свое поведение, а именно вот эти потребности всем нравятся, удовлетворять любовь и заботу. Нужно понять, что... Да? Продолжай. Поменять свое поведение, то есть делать то, что мне обычно не свойственно, то, чего я боюсь. Как выглядеть, всем говорить да постоянно, делать то, что мне не хочу, постараться соглашаться. Вот. Потом принять статегию медиум, то есть договорить себе, что да, я имею право на это, но при этом, чтобы это как бы было в рамках, конечно, не затрагивало чувств других в негативном смысле. Не, ну а если даже и затронет... Вот, например, мы с тобой проводили диалог с родителями, с мужем, это был медиум. Да. Это было прекрасно. Ты выражаешь свои чувства и говоришь, да, спасибо, да, вы замечательные, да, спасибо, но я имею право, если даже вы, то я понимаю, но давайте как-то вместе всё равно взаимодействуем. Да, это я запомнила. То есть, подытожим. Первое, проблема в том, что у тебя сломались сначала паттерны поведения для удовлетворения твоих потребностей. От того, что они перестали работать, где тебе все восхищаются и так далее, ты почувствовал напряжение. Параллельно ты испытывала страх по поводу вот этого виртуального романа с обнародованием всяких этих моментов. Два. Третье, ты училась там, где тебе не нужно и ты была во следующем противоречии между истинным настоящим и твоим чувством долга перед родителями. Да. Тебе необходимо договариваться с тем, что люди имеют право на свои эмоции и ты к этому никакого отношения не имеешь. И к этому отношения имеют только твои, только их убеждения. Второе, ты должна увидеть, какие стратегии в Одессе работали и какие стратегии ты используешь сейчас по этому же принципу. И принципиально вести себя по-новому, чтобы доказать себе, что от того, что кто-то будет тебя не любить, от того, что кто-то обидится, от того, что кому-то что-то не понравится, мир не рухнул от этого. Третье. Если напишут плохой комментарий, например, что там напишут в сетях. Третье. Такая еще одна рекомендация. Представь себе, что всплывут фото и видео, как ты к этому отнесешься. Ты должна это проработать с собой. Поняла? Проработать, в смысле, а даже если, то ничего такого. Но если бы ты работала со мной по моей закрытой линии и ты бы баллотировалась в мэры города и ты бы сказала мне, что есть такая уязвимость, то мы бы с тобой выстраивали медийную и психологию. Но медийную занимались бы политтехнологи и мои коллеги, а я бы занимался твоей эмоциональной устойчивостью на эту ситуацию. То есть тебе надо придумать тот внутренний ресурс, которым ты объяснишь себе ситуацию раз и то поведенчески, как ты будешь вести себя два. Значит, вообще, в принципе, это проговаривать с собой. Да. Далее, вести себя по-новому с точки зрения парадокса, это сдача, примерки, отказы, фотографии. Ну и, собственно говоря, последний вопрос, как у тебя дела с мужем? Вот, с мужем дела прекрасны. Это единственное в моей жизни принято решение, по-моему, выйти замуж. Ну и прекрасно. Для достойного мужчину, поэтому вот на что, на что, на это совершенно не лежат. Итак, новые поведенческие стратегии, которые перестают быть слишком жесткими для того, чтобы тебя все любили. Проработать историю, что чувства, которые создают люди, ты к этому не имеешь отношения, это их право, их образы. Проговорить с родителями по факту, поблагодарить их и попросить их понять тебя по телефону, по скайпу, это обсудить, надо это выразить. Проговорить и проработать историю, если всплывут что-то, как ты будешь к этому относиться и так далее. Можно один последний вопрос? Ну и в принципе все, да. Вопрос, это просто вот в одном, получается, в связи с вот этим состоянием, если это назвать невроз, или что бы то ни было, из-за этого возникают страхи, которых не было раньше. То есть раньше я вообще ничего не боялась. из-за этого, потому что пока ты переполнен напряжением в совокупности всего этого, то у тебя соответственно вот эта вся неуверенность и все эти тревожности, они проявляются. Разберешься с историей, если всплывут фотки, разберешься с чувством вины перед родителями, с ними обсудишь, разберешься с поведенческой историей, что о тебе подумают плохо, ведь фотографии, которые всплывут, это туда же обо мне подумают, что я не идеальная. У тебя все сходится в одно. Блеванул, подумай, что не идеальная, упаду в обморок, подумай, что не идеальная, не дам сдачи, не куплю без примерки, подумай, что не идеальная. Вы знаете, а не дам парню, знаете, такой вариант. Какому парню? У меня, например, было такое, что, ладно, потом будет составляться. Ты из тех девушек, которые должны сделать минет на третьем свидании, потому что он как бы проявил усилия? Это вы сказали, я ничего не сказала. Это я просто к слову. Но ты вообще идеальная любовница. Понимаешь, да, почему? Да, но мы же это будем выставлять в YouTube, поэтому это реально убедить строгие люди. Вот ужасно. Ну вот, опять же, почему я думаю об этом? Да мне посрать, пусть видят, я им расскажу. Я даже не боюсь, если фотки вскнут, потому что я сделала грудь, и меня там даже не узнают уже с тех пор. Ну, поэтому, что я парюсь, кто что подумал? Диана, запомни то состояние, которое ты сейчас испытываешь, когда ты это сказала. Это так и просто охренительно. Я сейчас очень просто. Вот запомни эту уверенность со словами посрать. Да, что так было всегда. Чтоб я так жил, знаете, говорят, вот здесь. Вот сейчас ты совершенно в другом ресурсном состоянии и готова дать любой ответ любому человеку, который испытал какую-то эмоцию и что бы там ни было. Да, боже мой. Вот запомни это и зафиксируй это сейчас. Я вас благодарю. Пожалуйста. Данкишен. Для тебя огромное. Битышен. А мы можем это в Ютьюбе выложить? Обязательно. Я надеюсь, что это поможет многим. Ну, девчонкам-то уж точно, потому что девочки, которые испытывают огромное чувство вины и так далее, они не понимают, что происходит. А у тебя кейс достаточно сложный, но у нас получилось его почти за час достаточно неплохо препарировать и очень до деталей. И я тебя благодарю. Ты большая умничка. Я надеюсь, мы с тобой как-нибудь увидимся в Москве без задней мысли. Я буду надеяться, что твои фотографии всплывут, и я буду знать, что это. Блядь, это так. Спасибо большое, Алексей. Алексей Юрьевич, до свидания. До свидания. Всем успехов. Счастливо. Пока-пока. Пока-пока. Вена. Родина психоанализа. Ну, на самом деле, кейс охрененный. Потому что, вот, простая жалоба чувства вины, да, вот как можно сочетать, кто увидит, какие методы я использовал в консультировании. кто что услышал. Какие методы были использованы? Это сейчас немножко профессиональный вопрос к консультантам, к психологам. Ну, кто будет смотреть на Ютьюбе, да? Какие методы? Подумайте. Мы видели, что? Мы видели гештальт. Мы видели стрелку вниз Аарона Бека. Мы видели, что? классический анализ, мы видели когнитивно-аналитический подход, мы видели Альберта Элиса, мы видели эмоциональный перелом, мы видели фиксацию эмоционального перелома, это Тони Робинса техника была, если что. Все это поняли? То есть, примерно, как минимум, семь того, что я сейчас вспомню, но не факт, что я помнил все техники, которые в этом винегрете были. Вот вам примерно то, как выглядит эмоциональный интеллект и терапевтическая сессия в действии, да, где препарировано огромное количество методов, огромное количество практических вещей, и вы видели, что она и чуть не расплакалась, и потом эмоции, и потом назад, и потом анализ, и потом когнитивка, и потом оспаривание, потом эмоциональный перелом, и фиксация. Вот это есть классика эмоционального интеллекта, а не какой-то конкретный один метод в одном русле, как это было в олдскулной практике психологов, психотерапевтов принято. Я благодарю Диану за такую откровенность, я благодарю Диану за ее искренность и Роберт здесь точка. Ну что же, по-моему, очень даже крутой финал, по-моему, очень даже крутой финал для кейса, если честно, я хочу на этом остановиться. Я надеюсь, вы меня простите за это. Я хочу на этом подытожить точку роста, я хочу на этом кейсе, чтобы вы все остановились, пересмотрели его, препарировали себя, потому что в нем, в принципе, получилось совместить огромное количество винегрета. А, там еще были мои методики формулы, помните? Мы увидели и первую формулу, и вторую, мы увидели, а, еще поведенческую терапию мы увидели, то есть, как минимум, восемь школ вы увидели, да? Вот в этом кейсе небольшом было представлено восемь, там, десять, скорее всего, методов, которые даже специалисты, в принципе, бы не идентифицировали, наверное, вот так вот, хотя если они будут разбирать в институте, то, наверное, они это смогли бы ставить на паузу, и каждый фрагмент могли бы увидеть. Я надеюсь, что они это когда-нибудь сделают, и это будет полезно начинающим консультантам о том, как выглядит мультимодальный подход эмоционального интеллекта. Игорь Негода